Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами Александр Шадов осьминог бесконечности а сегодня мы с вами обсудим часть три статьи три части собственно статьи посвящены неформальным ошибкам сиентистов ну собственно вы знаете что я по сути являюсь антисиентистом критиком научного познания а из этого собственно вытекают некоторые недовольства которые мы видим со стороны непосредственно научного сообщества его представителей его адептов да наука является своеобразной монополии у нее есть определенные привилегии у ее членов тоже есть определенные привилегии она имеет во первых допуск широкому финансированию государственному и частному она тотально захватила всемирное образование это колоссальная просто привилегия для любого подхода для познания мира также она доминирует в любом диспоте благодаря своему авторитету ну это все хорошо допустим но есть и главный такой параметр который больше всего нас настораживает это ее с то что ее сторонники могут без особых проблем прибегать к нарушению неформальных правил аргументации вне научного дискурса это действительно очень опасно опасный подход потому что любые догмы любая глупость науки так скажем и любая глупостью представителей может как бы быть прикрыта вот этим пунктом да люди которые занимаются науками могут без проблем прибегать к нарушению неформальных правил аргументации и запрещать это делать другим сейчас мы рассмотрим как это происходит сначала отметим что я нередко замечаю как ученые научные адепты или просто защитники науки допускают вполне стандартные неформальные ошибки например в образовательной деятельности для педагога отходим от хоменем незаменимый аргумент да он может просто унизить студента сказать а кто ты такой смотри ничтожество а я а я профессор как профессор я так говорю это от хоменем конечно а также нередки аргументы к научной традиции на визне авторитет у часто встречаются негативные доказательства пробелы в аргументации сверх обобщения обращения к большинству ну то есть большинство ученых считает и это что то значит например я не знаю для меня это например ничего не значит все это входит в типичное поведение в споре подавляющего большинства сторонника любых мировоззрений в том числе научного сожалению ученые не умеют себя контролировать споров многие даже не знают про неформальные ошибки поэтому что же поделать а также применяется от хок теории внешаблонные объяснения это тоже нормально это обычно нормально что делать да кстати поэтому популяризаторы науки нередко прибегают к этим аргументам когда спорят с различными папами учеными они просто не фиксируют это но давайте разберем именно специфические специфические неформальные ошибки сантисливка нас интересуют именно специфические которые позволяют науке в общем-то функционировать на который не не фиксируется как формальные ошибки неформальные ошибки это важно первая ошибка такого рода это историческая подмена понятий но как я бы slicing на всевозможными подменными понять ей которое она заимствовала из религий философии искусства в то есть получается как пример возьмем понятие атома. Что такое атом? Атом это неделимая частица. Почему? Потому что атом, по сути, это греческое слово, которое означает слово, переводится как неделимый. Да, это философская теория, в которой существуют некие неделимые частицы. Ученые нашли нечто, назвали это атомами, ну, то есть неделимыми, а потом разделили их. Если быть честными, то нельзя говорить, что то, что мы разделили, называется атомом. Значит, теория была опровергнута. Да. Да, к сожалению. Но наука не признала это опровержение. Своё же собственное, между прочим. И оставила название атом. Это подмена понятий, определённо. Также есть подмена понятий пространства, времени, философии Эйнштейна. Понятие подмены, понятия ничто. Сейчас в последнее время учёные рассуждают о том, что ничто на самом деле что-то гениально. Да, тупости просто гениально. Что на самом деле нет никого ничто. Да, на самом деле надо бы говорить, что нет никого ничто, если ничто это что-то. Ну ладно. Опять же. Понятие скептицизма подменено, понятие сомнения, понятие критического мышления, даже понятие любви. Всё в науке подменяется. И это неприятно, потому что наука крайне авторитетная, и она создаёт свои словари. А по словарям уже проверяются значения слов. Мы теряем старые значения слов, и наука подсовывает нам новые, с которыми ей удобнее работать. Это неправильно. Это определённо неправильно. И не просто те понятия, с которыми ей удобно работать, а те понятия, которые как бы раньше показывают нам ошибку науке, вот эти понятия становятся такими, что они уже не показывают ошибку науке, а там, например, становятся вполне себе делимым. Пространство вполне себе искривляется, время тоже. В ничто оказывается что-то, а скептицизм подразумевает эмпирические догмы. Сомнения тоже подразумевают эмпирические догмы. Критическое мышление крайне некритично по отношению лишь к одной области, к науке. Вот так вот и получается, вот так вот и живём. Вторая ошибка, характерная именно для научного сообщества, это апелляция к специальности. Я считаю, что апелляция к специальности это одновременно и типичный пример Эд Хоминем в научных беседах и диспутах, а также это апелляция к авторитету, конечно же, одновременно. И это очевидно. Это даже не нужно доказывать. Почему сиентисты допускают эту ошибку? Они считают специалистов в достаточной степени компетентными, чтобы отвечать за истину в своей области, а не специалистов некомпетентными. Правда, такое встречается не всегда. Особенно в тех областях, в которых собственно ведутся споры. Например, философы, занимающиеся психологией, могут вполне себе поспорить с представителями науки, которые занимаются такой же самой психологией. К сожалению, их можно заткнуть аргументом специальности. И не получается спора. Это просто способ заткнуть оппонента. Почему следовало бы считать это ошибкой? Ну, потому что, да, это Эд Хоминем. Это типичная ошибка. Это апелляция к авторитету, и это одновременно Эд Хоминем. И, кроме того, не всегда специалист знает истину. Поэтому всегда остается пространство для спора. Конечно, если мы имеем дело со специалистом, который адекватно доказывает свою позицию, и с человеком, который является не специалистом, но при этом тоже адекватно доказывает свою позицию, они должны быть приравнены друг к другу в этом споре. Если же у нас другая ситуация, когда один человек определенно тупой и ничего вообще не понимает в данной области, а другой специалист, тогда можно, конечно же, да, делать определенные выводы. Но второй человек, он просто спор не выдержит, он не сможет победить в споре. Понимаете? А так это ошибка, это апелляция к специальности. Да, эволюция. Вот пример. Эволюция существует, потому что так сказал этот биолог. Сила притяжения существует, потому что так сказал физик. Это историческое событие произошло, потому что так сказал историк. Ну, вот как-то вот у нас так и получается, что мы апеллируем к специалисту, но не факт, что он знает, не факт, что произошло то или иное историческое событие, не факт, что существует та или иная сила, и что это не просто модельное описание тех или иных процессов или например эволюция существует откуда биолог знает он миллион лет прожил может нет но у него есть да вполне достоверная обоснованная теория конечно стоит на нее ссылаться стоит они думать стоит на нее смотреть оспаривать даже может быть стоит но если мы просто говорим что она существует нужно какие-то сверх доказательства которые сверх вот этого самого биолога который они говорит а если он тем более отказывается апеллировать чем-то кроме своего авторитета чем-то кроме авторитета научного сообщества ну значит в аргументации тоже ничего не стоит он должен нам доказать что эволюция существует для этого у него должны быть аргументы причем неопровержимые аргументы желательно дальше идет аргумент к образованию по сути тот же эт хомином если у тебя есть образование значит ты имеешь право судить о той или иной проблеме причем к большинству образований такой такой подход определенно не уместен дело в том что например психолог знает ли психолог психику человека душу у его не факт не факт Потому что он исходит из определенной позиции, у него есть определенные предпосылки, у него есть определенные парадигмы, в которые он работает. Если эта парадигма изначально не верна, а парадигма какого-нибудь философа изначально верна, то получается, что ничего не стоит это образование. Да, здесь нужно просто подходить тоньше. Мы не можем просто сказать, что вот этот образованный человек умнее. Не обязательно человека, который не получал образование в данной сфере. Все здесь намного тоньше, и просто этот аргумент сам по себе не имеет силы. Не имеет силы, если, конечно, перед нами сидят два умных человека, которые готовы к спору. Если оба человека имеют аргументы в данной области, то, наверное, нужно обоих высушить. А не просто сказать, нет, у меня образование, у тебя его нет, пошел вон. Как обычно это происходит. Следующая ошибка это апелляция к иерархии и научному авторитету. Да, в науке есть авторитеты. Одни ученые авторитетнее других, одни ученые известнее других. Особенно в областях это проявляется. Есть какие-то знаковые исследователи тех или иных проблем. Есть какие-то вторичные авторы. Вот отсюда мы и получаем, что есть авторитетные исследователи, а есть менее авторитетные. И мнение авторитетов, и вот этому мнению слушается, большее количество ученых. Новый ученый, например, не имеет никакой в науке власти. Он вряд ли что-то докажет, вряд ли что-то опровернет до поры до времени, пока его не признают. Все обычно. То есть, апелляция к научному авторитету в споре, особенно в споре интеллектуалов, такая же апелляция к авторитету, как и любая другая. Она ничем не отличается. Ну, просто идол другой. Идол апелляции. Апелляция к недостаточной осведомленности в науке. Да, кстати, ученые часто себе позволяют вот этот вот рефрен. Вот это вот движение. Ты недостаточно осведомлен данной науке. Ты не знаешь, ты не знаешь правды. Нет, ты ничего здесь не понимаешь. А давайте тогда я вам отвечу. Отвечу тем же. А вы не знаете все возможных философских текстов. Потому что возможные вообще еще не написаны все. Но вы даже действительно их не знаете. Вы не читали всех представителей всех философских учений. Как вы можете говорить, что ваша концепция верна, если вы не знаете, какие концепции вам, собственно, противятся? Если вы не читали тексты тех авторов, которые против вашей концепции. Как вы можете утверждать? Апелляция к недостаточной осведомленности в науке, это то же самое, что апелляция к недостаточной осведомленности в религии, например. Вы не можете прочитать все религиозные тексты, потому что их тьма тьмущая. Вы не можете прочитать все тексты Карла Маркса, например. Потому что их дофига, их десятки, их просто десятки. А вам еще сверху скажут, а прочитайте Энгельса, почитайте Энгельса, почитайте Маркса, почитайте Ленина, почитайте Сталина, прочитайте Троцкого и прочитайте всех-всех-всех-всех-всех. И у них просто очень много текста. И вам придется вот таким вот образом знакомиться только с одним учением. И с наук. А в науке еще больше текста. Намного больше текста. Вы будете осведомляться в ней всю жизнь. В одной науке будете осведомляться всю жизнь. Апелляция к недостаточной осведомленности это глупость. Если кто-то думает, что этим можно что-то доказать, то он дурак. Определенно. Поэтому если у вас есть какие-то проблемы с аргументацией, если вы видите, что ваш оппонент недостаточно осведомлен в науке, осведомляйте его. Показывайте, что вы сами осведомлены, объясняйте ему. И пусть он задает вам ответные вопросы уже. Какие у него сомнения в вашем методе? Какие у него сомнения в вашей, в общем-то, осведомленности? Вот вы осведомились, знаете, знаете то-то и то-то, да. А какие гарантии, что это истина? Какие гарантии, что это является правильной трактовкой, а не ложной? Просто сказать, что вы не осведомлены, ну то же самое, что сказать, вы не осведомлены в христианстве. Поэтому идите-ка вы к черту, мы не будем с вами спорить. Все просто. Здесь все просто. В споре нужно изложить свою позицию по определенному вопросу полностью. Если появляется такая возможность. Если появляется такая необходимость, точнее. Если противник говорит, что вы недостаточно осведомлены в этом, и я не буду ничего прояснять, то это риторическая ошибка. Это определенная ошибка в аргументации. И с этим спорить крайне трудно. Также удивляет апелляция к естественной установке. Почему мы должны верить в естественную установку? Она была принята учеными, да вот просто так, без достаточных доказательств. Галилей сказал, ну и хорошо, Галилей сказал. Авторитет мне нашелся. Галилей. У меня таких авторитетов тысячи. У каждого своя концепция. Что они с Галилеей соглашаться? Серьезно. Почему в мире единые законы природы? А потому что. На самом деле, это просто удобно было для научных исследований. Все. Он нашел эмпирический метод, так скажем. Он использовал эмпирический метод. И, естественно, установка была для него крайне удобной. Это не аргумент. Естественно, установка сама по себе не является аргументом. Да, ее надо доказывать, если мы ведем философскую беседу. Вот и все. Такс. Продолжаем дальше. Вторая часть. Неформальные ошибки сэнтиста. Вторая часть. Следующая статья. Какие еще ошибки они совершают? Бритва Акама. Определенно ошибка. Ну, именно с точки зрения истины. Вдруг истина сложнее, чем можно себе представить. Вдруг истина сложнее, чем то, что мы видим. Если мы не допускаем всевозможные различные истинные картины мира, а принимаем только одну из них и опираемся на нее, ну, мы, скорее всего, ошибаемся просто. Вероятность того, что она окажется истиной, крайне мала. Мы, то есть, берем ошибку в качестве основания. Спасибо. Фальсифицируемость. Еще одна ошибка. Она не дает никаких гарантий. Фальсификация сама по себе. Да, мы можем проверять истории до... Мы можем опровергать теории до бесконечности. С одной стороны. А с другой стороны мы можем опровергнуть истинную теорию. Да, допустим, какая-то теория вот как раз попала под принцип фальсифицируемости. Мы подобрали такой критерий, который позволяет ее опровергнуть. И вот только один этот критерий. Или вот там несколько небольших критериев. Они совпали с опытом. И все. Теория была опровергнута. И пошла к черту, так скажем. Все. Никакой фальсифицируемости... Никакая фальсифицируемость не помогла. И мы отвергли то, что больше похоже на истину, чем то, что похоже меньше, но не было опровергнуто. Почему бы и нет? Это вообще никакой не показатель правды получается в итоге. Мы не можем опираться на фальсифицируемость. Особенно если речь идет о споре вне науки. Ладно, в науке, допустим, приняли. Допустим, это часть научного метода. Хорошо. Пусть ученые фальсифицируют. Никаких проблем. Но требовать фальсифицировать вне ученых это тупо. Это просто... Это крайне догматично и не имеет никакого отношения к реальности. Да, процитируем рационалиста Гегеля. Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов. Во-первых, да. Почему? Потому что все эти опровержения и факты... Все дело в трактовках. Если трактовку мы взяли одну, будет один результат. Другую взяли трактовку факта, будет еще один результат. Все эти интерпретации фактов могут вылиться в разные теории. И если истинной теории противоречат трактовке фактов, то, простите, это ерунда просто. Антиселлипсизм. Да, научное сообщество антиселлиптично. Даже некоторые ученые вносят правила в аргументацию, согласно которой антиселлипсизм... То есть, селлипсизм, он недопустим. А почему недопустим? Потому что, если селлипсизм верен, то наука абсолютно ложна. Это просто автоматическое спасение ученого. Да, я типа утопающий, но вот, все, прощайте, друзья. Прощайте, селлипсисты. Вы больше вне научного дискурса. Вы больше не считаетесь чем-то серьезным. А просто действительно, давайте подумаем. Что такое селлипсизм? Вот, я существую. Я только один. Нет никаких людей. Нет никакого мира, кроме меня. Какая наука? О какой науке речь? Наука здесь не нужна. Это очень простая модель, объясняющая мир, например. Да, она, конечно, не дает нам... Она дает нам возможность объяснить мир с точки зрения науки. Но это возможная концепция. Это просто возможная концепция мира, которая может оказаться реальной. Почему бы и нет? Нет никаких опровержений против нее. Никакие реальные опровержения привести невозможно, потому что селлипсист вам ответит. Соответствующе у него есть определенная модель ответов, которая будет вполне аргументативна. В чем проблема? Просто запрещать одно учение просто потому, что оно противоречит науке, это... Это догматично. И это нелепо. И это ошибка. Определенная ошибка заведомо запрещать те или иные учения. Соранее. Переложенное бремя доказательств. Да. Ученые позиционируют себя вот таким вот образом. Если вы выступаете против науки, вы просто обязаны взять на себя бремя доказательств. Да. Если вы философ, который опровергает науку, это вы должны доказать, что наука не права. Это не наука должна доказывать, что вы не правы. Я вообще на вас плевать. И ученые будут насмехаться над любым философом. Но, если вы хоть что-то скажете против науки, все. Все. Все переложено на вас. Вы должны опровергать. Это тоже довольно-таки странно. Причем в любом другом споре такой прием посчитали бы грязным. С чего это ученые утверждают? Я, например, скептик. Я ничего не утверждаю. Но я критикую. Я спорю. Почему я должен доказывать, что наука не права или права, или в каких-то аспектах она ошибается. Это же нелепо. Я просто сомневаюсь. И наоборот, ученые должны принимать вот это вот бремя доказательств. Так как они утверждают. Не просто утверждают. Они говорят, что знают. Это вообще другая степень убежденности. Такс. Непреложная статистика. Да, еще одна ошибка. Постоянно ссылаться на статистику. Статистика мало, о чем говорит фактически. Статистика это абстракция. Математика это абстракция. Как следствие, статистика это абстракция. Из этого выходит, что полученные в статистике материали могут быть недостоверны. Тем более, они не подходят для решения всех споров. И всех философских и нефилософских и научных вопросов. Когда мы постоянно пихаем одну и ту же статистику, это почти ничего не показывает. Дело даже в том, что статистику можно собирать таким образом. Вообще, ученые собирают ее таким образом, что она нерелевантна. Например, сейчас очень модны феминистические движения. И очень много социологов и социологин, собственно, занимаются феминистическими проблемами и собирают статистику по этой проблеме. Поэтому у феминисток, например, есть огромное количество статистических фактов, которые выступают против патриархального общества, так скажем. А в защиту его мало кто собирает факты, мало кто собирает статистику в защиту. Поэтому у нас получается статистический перевес просто за счет того, что ведется неправильный сбор. Такой неправильный сбор может вестись в любой области, в любой сфере. Потому что ученые, например, у них сегодня одна тенденция исследования, потом другая тенденция исследования. И в решении многих вопросов статистика не помогает, но ее используют. И это является очень твердым аргументом. Но вот практически никогда таковым не является. Также наук против того, чтобы считать личный опыт аргументом. Мой личный опыт, например, противоречит научным данным. Все. Ученые говорят, это неверно, это неправда. Так вы докажите, что это неправда. Покажите, почему это неправда. Где это неправда. Почему, если я, например, вижу, что по улице ходят одни негры в Санкт-Петербурге, допустим, почему мой опыт неправильный? Может быть, это вы что-то неправильно посчитали? Объясните мне. Объясните. Может, я живу в гетто-районе каком-нибудь определенном. Да, без этого объяснения просто сказать личный опыт не аргумент нелепо. Определенно нелепо. Потому что личный опыт обычно включает в себя сотни, иногда сотни тысяч событий. Событий. И некоторые имеют отношение к определенным вопросам. И эти сотни, 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 сотни событий, они определенно должны быть включены во всю общую статистику. И они определенно представляют собой некоторую выборку. Нельзя просто так это тоже взять и исключить. Мне, например, кажется именно так. Но в любом случае, личный опыт это не сильный аргумент. Конечно, это не сильный аргумент. Это не аргумент, которым можно поставить точку. Это просто аргумент, который я могу использовать для себя. Почему нет? Третья часть. Так, что же у нас в третьей части? Сейчас узнаем. Изупречный прогресс. Опять же, для сайентистов часто прогресс является абсолютным добром и является аргументом в пользу науки. С одной стороны, он не является аргументом в пользу науки, потому что прогресс и наука просто разные вещи. Просто технически разные вещи. Но они могут, да, они взаимосвязаны. Действительно. Действительно взаимосвязаны, но это разные вещи. Прогресс достигается с помощью технических достижений. Но технические достижения, это достижения именно техники, технической области, инженерии, медицины и всего-всего-всего остального, что занимается практикой. Вопрос заключается именно философский вопрос в том, можно было бы достигнуть тех же самых достижений, не прибегая при этом к теоретической науке. Мой ответ, да, наверное можно, вероятно можно, потому что все те же действия, которые мы делаем с помощью науки, можно делать без науки. Например, можно поместить какой-нибудь, не знаю, материал радиоактивный в ракету, правильным образом сбросить его куда-нибудь и он взорвется. Все, практика, вот так работает практика. Надо просто достигнуть вот этого вот результата методом проб и ошибок. Все сработает, все взорвется, нас все устраивает как бы, во что бы мы ни верили и какие бы теории ни исповедовали. В том числе. А ученые нередко, ну не только ученые, сайентисты, часто игнорируют тот факт, что прогресс не такой уж и безупречный. Действительно у него есть большие недостатки. И к науке он имеет отношение, ну такое косвенное скорее, чем прямое. Требование принять веру в нераздельность науки и прогресса. Вот тоже определенная догма. Прогресс сам по себе просто существует. Он всегда существовал и без науки существовал, без научного метода он происходил. Наука и прогресс просто не едины, это факт. Это исторический факт. Мы посмотрим, у нас не было научного метода, прогресс существовал. Посмотрим, у нас появился научный метод. Да, прогресс ускорился, безусловно, почему бы и нет. Тем более наука очень направлена на прогресс. В науке доминирует идея прогресса. Но это не значит, что это одно и то же. Это не значит, что тут у нас прямая зависимость. Нераздельности нет. Есть разделенная взаимопомощь, консенсус двух областей. То же самое с требованием принять веру в нераздельности науки и техники. Я не вижу у этого единства. Они раздельны. Абсолютно раздельны. Отрицание хаотических элементов науки и признание ее квинтэссенцией порядка. Тоже довольно странно. Все-таки в науке люди существуют. Обычные смертные люди, которым свойственно заблуждаться. Возможно, они изначально даже заблуждаются. Может, они используют неправильную логику. Может, математика не имеет никакого отношения к познанию. А может быть, вообще эмпирический опыт не является показателем истины. В чем тогда преимущество научного знания над другими? Скорее всего, это хаос. Есть хаотические элементы. Ученых можно подкупить. Ученые эмоциями своими руководствуются. И так далее, так далее, так далее. Вот этих хаотических элементов очень много. И отрицать их, ну, это просто не соответствовать правде в действительности. Знаменитый ученый, хороший ученый. Вот для обывателя-сайентиста, да, великий ученый. Это Докинс какой-нибудь, например. И прочие, прочие, прочие пропагандисты науки. Ну, хотя, сложно сказать, насколько они хороши. И сложно опираться именно на их труды, потому что, ну, не факт, что их труды правдивы. Особенно у Докинса с его эгоистичным геном, который, скорее, похожий на культурологическую работу. Честно говоря, плохую культурологическую работу, потому что... Ну, Докинс в культурологии ничего не понимает, или Лео Яведе ничего не понимает. Ну, вот, бывает, да. Подобные звезды от науки нередко требуют особого внимания, и люди судят об ученых именно по вот этим персонажам. Это плохо не только, собственно, для споров вообще, не только ошибка формальная, но это еще ошибка для самой науки. Это неправильно с научной точки зрения. Вот и получается, что ученые и их последователи ради защиты и популяризации науки прибегают не только к известным аргументационным ошибкам, но и создают новые. В данной серии статьи была проведена попытка исследования этих новых неформальных ошибок, которые заведомо ставят науку в выгодное положение перед ее оппонентами. К сожалению, многие оппоненты науки, и тем более ее сторонники, не видят нарушения вышеперечисленных правил. Учитывать их как для сайентиста, так и для антисайентиста крайне важно, если речь идет о мировоззренческом споре. Это в значительной степени повысит качество аргументации обеих сторон. Да, я определенно считаю, что сайентисты, по большему счету, имеют очень низкий аргументационный уровень. Они просто не понимают, с чем они спорят. Они не понимают ни религии, ни философии, они не понимают, что от них требуют. Они приносят какие-нибудь окаменелости свои, думают, что это доказательство. Хотят доказательства только в научной сфере. Это странно, это странно, это тотальное непонимание сайентистов действительно поражает. А ведь действительно можно намного глубже подойти к этой проблеме и куда глубже защитить то, во что ты веришь. Да. Всего вам доброго. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok